Привет, друзья! Эффективных средств воздействия на организм, как и раньше, так и сейчас, было мало. Но если сейчас у нас хотя бы есть развитая медицина со всей её фармакологией, то есть мы можем спуститься в аптеку, купить антибиотики, купить всё необходимое, одноразовые шприцы и так далее, то раньше не было даже этого. Конечно, были знающие люди, были травники, были знахари, но учтите время, учтите расстояние, учтите, что единственным средством передвижения были, в общем-то, свои две, либо лошадь, это если в лучшем случае, если вы состоятельно имеете соответствующие привилегии. И в то же время этот человек, который даже если мог бы вас вылечить, он мог быть занят, мог бы уехать к другому такому же больному человеку. То есть всё играет против вас. В случае, если с вами что-то случилось, самое лучшее, самое надёжное, на что можно было рассчитывать, это на самого себя. И в этом смысле все терапевтические асаны, как мне кажется, это и есть такие средства личной скорой помощи на самые разные случаи жизни. Мы разбирали многие из них, мы разбирали тут же позу львасим, хасану, функциональное предназначение которой это устранять заболевания ангины и многие другие. Сегодня мы будем разбирать мою расану, позу павлина, позу названную в честь этой птицы по той причине, что она может есть любую дрянь, питаться на свалке, питаться самыми страшными вещами, и при этом с ней ничего не случается, всё переваривается. Поза работает с областью брюшного, с брюшным отделом, с животом и всеми внутренними органами. Опять же, по принципу гиперкомпенсации мы будем создавать напряжение, создавать давление, изменять кровообращение, усиливая его в этой области, и в последующем отпускать, что будет обеспечивать прилив крови. Эта асана хороша чем? Она устраняет запоры, она работает с такими вещами, как гастрит, она улучшает жизнедеятельность печени, почек, селезёнки. То есть очень много чего и есть смысл её делать. Я понимаю всю сложность этой позы, но поверьте, я покажу её в разных вариантах, от простого до сложного. И вы сможете под себя её просто делать. Даже самый простейший вариант, если вы его сделаете, будет очень здорово, во многом вам поможет. Что мы делаем? Перебираемся в такое вот положение. Дальше у нас две стратегии. Нам, да, что нужно сделать? В итоге нам нужно будет наши локти вставить в наш живот, в нижнюю часть живота. Для этого мы можем подойти к рукам, коленями разведёнными, выставить руки в такое вот положение, начать сгибать их и медленно перевести голову вниз. Но это может быть сложно для начинающих. Поэтому начинающим лучше сразу поставить голову, а потом вставить в живот одну руку и другую. И отойти чуть-чуть ногами назад. Всё. У вас колени на полу, носки ног на полу, лоб на полу, локти давят в живот. На каком-то самом начальном уровне это уже будет просто супер, если вы сделаете. Да, локти именно упираются в мягкую часть живота, в пуп в идеале, не в ребра. Второй вариант. Для тех, кто осилил первый. Всё то же самое. Но вы выборочно отрываете, ну, либо колени для начала. Стоите уже только на лбу, пальцах ног и локтях. Потом можете попробовать оторвать голову. Напряжение, оказываемое на живот, будет значительно возрастать. И в совершенном варианте, в совершенном выполнении вы отрываете как ноги, так и голову, полностью повисая на руках, которые локтями упираются в ваш живот. И фиксируете это положение, ну, сколько получится. Не буду говорить там минуту, не буду говорить даже полминуты, потому что кто-то может остановиться, ну, на гораздо меньшем значении. Да, ещё нужно умудряться дышать. Итак, показываю полную версию. Упёрлись в локти, оторвали голову, оторвали колени, оторвали ноги и вышли. При какой-то, как обычно, повторю как мантру, при систематической тренированности данная асана не будет вызывать у вас какого-то такого пещерного трепета своей сложностью и всем прочим. Всё можно сделать. Поэтому тренируемся, я думаю, следующий сюжет у нас выйдет гораздо быстрее, чем вы ходили раньше. Мы стараемся, работаем, стараемся не выбиваться из графика. Желаю вам бодрости и духа, всего хорошего. С вами был ваш Ратур Поталах. До новых встреч.